Очень приятно, что вы сегодня согласились принять нашу группу Совета депутатов городского округа Мытищи. Мы можем сегодня поздравить вас с вашим, наверное, это будет правильным, профессиональным все-таки праздником. За праздничным столом теплое общение. На повестке дня успехи, победы и, конечно, планы. Лосиный остров – это настоящий музей природы, в котором можно встретить диких животных и все ландшафтные зоны средней полосы России. Например, чтобы побывать в тайге, не обязательно ехать за тысячи километров в Сибирь. Мытищенцам и всем желающим достаточно пройти по хвойным лесам родного парка. Создание пешеходных троп, создание вольерной зоны, музея, лектория, возможности отдохнуть, детской площадки, пообщаться не просто, а семейный такой отдых. Вот это, наверное, такое основное замечательное, то, что здесь есть. Работники Лосиного острова осенью и зимой ведут подсчет диких животных. На территории национального парка мирно уживаются 43 вида млекопитающих и 160 видов птиц, многие из которых занесены в Красную книгу Москвы и России. Сотрудники трудятся каждую минуту. Их профессионализм ценится высоко не только экологами. Заместитель директора по экологическому просвещению Екатерина Александровна Еремина. Екатерина Александровна. Отечественной заповедной системе более 100 лет – это длинный путь становления и развития особо охраняемых природных территорий, отмеченный достижениями и трудностями, важными для страны событиями, вкладом энтузиастов, посвятивших себя сохранению природного наследия. Андрей Колосов, Денис Корнев, Первый Матищинский.